Ну что, добро пожаловать в Японию, на уже 17 этап Формулы 1. Что ж, на этот этап нам приехали глобальные обновления в шасси, нам снизили вес, наконец-таки по максимуму уже, и приехало небольшое обновление в двигателе с мощностью, соответственно, у нас будет еще большее преимущество, чем было до этого. Ну и что ж, Япония довольно интересный трек, где очень все зависит от шасси и хорошей аэродинамики. И также еще есть моменты, где хороший ДВС тоже поможет, поскольку есть у нас обратная прямая, где еще идет поворот 130R, который в этом видео будет очень часто фигурировать, так как это довольно знаменитый поворот, где чаще всего происходят различные краши из-за того, что кто-то кого-то пытается опередить, второй поддевает его и отправляет в отбойник. Из-за чего порой гонка может закончиться как раз в этом повороте, но может повезти, и гонка продолжится, только уже с повреждениями различными и заездом на петлее. Собственно, перейдем к стартовой решетке, где расположился я на первом месте, на втором у нас Вальтреботас, на третьем у нас Сергей Сироткин, четвертый Юис Хэмилтон, пятый у нас Чака Перес, шестой у нас Макс Ферстаппин, седьмой Акон, восьмой Феттель, девятый Викерда и последний у нас Десятый Алонсо. Так, а у нас топ-десятка интересная, ну как интересная, уже второй и третий этап. Как обычно, в топ-десятку попадают только пять команд, это Виллинс, Мерседес, Феррари, Рэдбул и Форс Индия, но, как обычно, с последней этапой куча штрафботов, и Гимми также решил взять штрафы почему-то, хотя вот вроде в прошлом этапе он тоже брал штрафы и стартовал позади. Ну окей, это боты, хрен их поймешь, что они делают вообще. Стратегия стандартная, два пистопа, так как я не проходил стимуляцию гонки, так что для меня стандартная стратегия. Сливаем немного топлива, хотя можно сливать немного больше, потому что у нас все-таки меньше потребления. Ну и переходим к старту. Собственно, старт срываюсь неплохо с места, ботус более-менее тоже как-то стартует, но проваливая старт, Сироткин тут же пытается с ним поравняться и навязать борьбу. Я без каких-либо эксцессов вхожу в первый поворот, ну а позади меня начинается борьба бок о бок между Сироткиным и Ботусом. Также еще кто-то позади начинает бок о бок соревноваться. Собственно, вот такой старт. Льюис также провалил старт еще, у Переса очень хороший старт получился, сразу же вырвался на четвертую позицию. Сироткину не удалось, к сожалению, опередить ботуса. Ну и позади, как обычно, происходит борьба. Там даже Торороса пришлось выехать так уж довольно широко. К первой шпильке у нас подъехали позади идущие неплохо так. Магнус проехал вперед по внутренней части территории и закусился с Кимми Райклингом. Ну а Рожан решил оттормозиться с помощью Саенса и сломал себе переднее антикрыло. На втором кругу Сироткин у нас пытается пройти ботуса. У него это более-менее выходит, но потом он блокирует колесо, вылетает, из-за чего Саид ждет, когда может вернуться. И решает он вернуться в тот момент, когда проезжает мимо вот Эриксон. Он выезжает в него, ломает переднее антикрыло ему и, соответственно, из-за этого у нас позади образуется круглая, которая позади Эриксона. На четвертый круг у нас выезжает первая машина виртуальной безопасности. И, собственно, почему она выезжает? Потому что у нас первая жертва в R-131 это Торороса. Но Торороса повезло, она сломала только вроде переднее антикрыло, поэтому она смогла продолжить. Также из-за этого Сироткин и Райка пришлось даже оттормозиться. Кругом позже они нагнали Вандорна, которого без проблем впередили на старт финишки прямой, из-за чего Вандорн сразу же потерял две позиции. Ну, собственно, это логично. И также позже у нас ходит одна из Рено, это Рено Хюкемерга была, к сожалению, не повезло ему. И я уже после пидстопа, также вот на всему кругу продолжаю уже ехать и догоняю парочку в виде Вандорна и Магнусона без тихо-либо. Проблемы покажу. Сначала Магнусона делал ударь-бомбу, потом уже догоняю на прямой до поворота ложки Вандорна и также по внутренней дистанции его спокойно прохожу. И на прямой начинаю уже погоню за впередущим Киммер Аккерином и также Сироткином. Сироткин также успел уже отъехать вперед от меня и Райкен как-то стал терять в темпе. Ну, в принципе, не знаю, тут на этапе какая-то странная фигня происходила с лидерами. То есть с Феррари, с Мерседесом, то, что были какие у них проблемы. Хотя вот у Райкена вроде в новой ДВС. Также потом уже к 10-му кругу я отогнал Лекляра, тоже дайв-бомбу провел на него и спокойно вышел на третью позицию. Интернс в кругу у нас Феттель ушел на пидстоп, но после того, как я вышел в лидеры, у нас тут же выезжает машина безопасности. Собственно, довольно интересный момент, то, что выезжает она из-за того, что, по сути, у нас в R-130 вылетел Макс Ферстаппин. Вылетел он из-за кого? Из-за Сироткина. Просто Сироткина обходил, заделал и уже Ферстаппин улетел в отбойник. Так же, как и Торжоса, но при этом с уже летальным последствием. Так же у нас потом во время Сифтикара еще вылетает Эриксон по проблеме с ДВС. В него еще въезжает Граржан, опять же. Он уже ломает второе тикролу за этот этап. На 16-м круге у нас происходит рейстарт, который происходит для меня, в принципе, неплохо. К этому моменту мне уже сообщил, что у Феттеля и у Хэммитсона были проблемы с ДВС. Что это значит? Правильно, то, что их начнут уже проходить все, кому не лень. Собственно, Феттеля начнут уже проходить даже Алонсо. Хотя Макларон у нас является сейчас одной из такой не самых быстрых команд. Да, он там занимает уже 4-е место с конца. Но все-таки начинает с ним соревноваться на раунах с Феррари, которая является там одной из лучших. Алонсо проходит, конечно же, но на старт-финишной прямой его тут же Феттель начинает атаковать. Также еще Ботас к этому всему делу присоединяется. Феттель проходит, Алонсо, но Ботасу уже не повезло, его затормозил. Феттель из-за того, что тот вылетел, просто банально. Мы с Пересом оторвались, причем Перес довольно быстро ехал, первые два круга, но потом как-то в тейпе он терял. Также ВР-131 у нас заносит Ботаса, из-за чего тот вылетает, причем, я не знаю, с такой скоростью он вылетел в отбойник, что, по идее, он должен был снимать себе переднюю подвеску. Но повезло, и он там оделся повреждением переднего антикрыла. Собственно, теперь Хамильтон, которого обходит сначала Рэдбул и Форс Индия без проблем, ну и позади уже на следующую группу были Хас и Турроса, которые тоже без каких-либо проблем его начали проходить. Причем Хас и Турроса являются сейчас самыми нищими командами у нас в чемпионате. Но при этом им это не мешает уходить в Мерседес, который является топ-2 командой. Также потом прошел воющий Ван Дорн, ну и по пиесу Алонсо и Феттель продолжаются. Также к этой борьбе у них уже присоединился Райканен, который шел позади. Он пытается также, втроем они пытались войти в ВР-130 поворот, но по итогу Феттель решил отрулить, и Райканен тоже оттормозился, и Алонсо просто проехал вперед, из-за чего он начинает потихоньку оторваться, ну а Феттель продолжает терять свои позиции просто-напросто. Его прошел Райканен, и на прямой старт финишной уже прошел его спокойно окон. И также позади уже и Рикярдо уже нацелился на это, но что-то он долго так ждал и не решился приезжать. Хотя вот по итогу Феттеля просто выбили с трассы, и по итогу он ждал-ждал-ждал, и решил то, что вот тот момент, когда надо вернуться, когда едет в Андорн. Так сказать, решил насолить закоманднику Алонсо, причем не знаю из-за чего. И из-за чего они оба вылетают, соответственно, из-за того, что они просто повредены перед антикрыльями. На два сайта круга у нас входит вторая виртуальная машина безопасности, из-за чего она выходит? Тоже из-за поворота Р-130, но уже из-за того, что там выбили Сироткина. Его просто-напросто выбила Реношка, и причем просто-напросто, я не знаю как, сломал передний рычаг правый, без каких-либо проблем с задним своим колесом. Во время виртуальной машины безопасности также у Леклера случился прокол, который шел на тот момент на третьем месте. По итогу не очень хорошая гонка для него. На 24-м круге у нас пошел рестарт, и уже без каких-либо эксцессов мы продолжили гонку, и закончили ее без каких-либо проблем. Также я успел перейти Фетеля на круг, из-за того, что он вылетел дважды, и заезжал на бидстоп. По итогу первой позиции у меня, с сожалению, Сироткин сошел, как бы сказал Алонсо Карма, ну в принципе, почему бы и нет, вывел Ферстапина, и тут его самого тоже выбили в этом же самом повороте. Второе место он занял Перес, который очень хорошо провел гонку, и мне кажется, что в следующем сезоне Форс Индия может преподнести нам какой-то сюрприз, потому что темп у них довольно высокий. Ну а третье место он занял Райкли, который прорвался, по сути, с последних мест, из шестнадцатого на третье. Ну, по сути, ему повезло, что были проблемы у Фетеля, у Хамильтона были проблемы, Ботаса выбили, по сути, и так далее. То есть, слишком много таких вот прям событий происходило, которые повлияли на это все. Собственно, итоговая таблица перед вами. Много у нас продвижений по ней. Макларм, конечно, неплохо финишил на шестом месте Алонсо. Мог, конечно, чуть выше, но не позволяет пока болит. Вот. Четыре сошедших у нас, то есть, Сироткин, Эриксон, Ферстаппин и Хюркенберг. Конечно, к этому спектру мог присоединить еще у нас Ботас, но ему как-то повезло. Как-то в этот раз болит у него оказался прочнее, нежели у нас, когда просто, я не знаю, как это могло произойти, как могла реношка просто так взять и сломать передний рычаг. По контактам у нас их было немало. В принципе, в начале гонки в середине, но опускание, конечно, уже не было уже. Соперничество я выиграл в этом. Последнее соперничество в этом сезоне еще один я не успею выиграть, потому что остается 5 этапов и за 5 этапов это просто нереально сделать почти. Собственно, переходим к улучшениям. Буду брать уже последнюю такую модификацию в ДВСе, которому у нас еще какую-кую прибавку мощности и потом, по сути, останется взять две небольших тоже, точнее, средних модификации и на этом все. По идее, прокачка на этом закончится и уже в видео смогу как-то сам прокачивать этот блин. На этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.